Вот так выглядит истинный художник стрит-арта. В милу все. Ладони, колени, лицо. Но Стас Рабунский на такие мелочи не отвлекался. Он хотел, чтобы его воздушный змей взмыл в небо. Подарок белгородцам белорусскому художнику пришлось создавать в спешке. Начали рисовать за два дня. В первый день был дождь. Второй день был огромный дождь, который полностью уничтожил мою работу. Сегодня я ее восстановил полностью. У меня был кусочек небольшой, примерно вот такой по объему, который остался сухим. Но в сам день фестиваля погода благоволила. И гостям удалось насладиться 3D-рисунками. Вот из страниц книги вырос целый сказочный мир. А рядом можно различить знакомые профили Пушкина, Гоголя и Ахматовой. Это творение белгородской многодетной семьи Жулиных. Работа, созданная с любовью, заняла на конкурсе третье место. Год литературы должен пройти очень ярко. Мы буквально отнеслись к этим словам и постарались выразить всю бурю эмоций в нашем рисунке. Второе место у ярких и почти мультяшных персонажей от художников из Казахстана. Из всех литературных произведений они выбрали басню Крылова «Ворона и лисица». Только у них на рисунке все заканчивается хорошо. Птица так и не выпускает из клюва заветный кусочек сыра. Нужно создавать специальный эскиз с помощью программ Photoshop. Весь эффект из-за растяжки рисунка в виде трапеции. Чем дальше предмет, тем он должен быть больше. Фокус 3D состоит в том, что увидеть рисунок объемным можно с одной точки. Поэтому художники подсказывают зрителям, куда нужно стать. Хотя, как по-моему, так работы хороши со всех сторон. Не раз знакомые сюжеты смотрелись по-новому. Орел, рассекающий небесные просторы и грозный лев, застывший в позе для нападения. Герб Белгорода в исполнении гостей из Есентуков стал победной и самой впечатляющей работой на фестивале. Откроем секрет. Вместе с мелом и цветной пастелью художники брали в руки кисти и краски. Гоша более устойчива, по ней можно ходить только аккуратно. И она более сочет дождю. И имеет более яркие цвета. Всего на площадке у киноцентра «Русич» появились пять рисунков. Надолго ли они останутся, зависит от погоды. Поэтому зрители не теряли возможности и стремились все запечатлеть на свои гаджеты. Нам очень нравится. Это впервые в нашем городе. Как бы такие рисунки мы видели только в интернете, которые выполняют такие художники. Профессиональные. Не думали, что у нас такое в Белгороде будет. Рисунок очень интересный. Все время хочется с ним фотографироваться. Хочется как бы в этот рисунок то ли как-нибудь влезть, то ли частью стать. Красиво очень. Мы такого еще не видели здесь. Поэтому очень нравится. Очень красиво. Мы сами приезжие здесь в гостях в Белгороде. Очень нравится. В Белгороде такие развлечения все. Фестиваль российского масштаба. У нас есть гости из других стран. Это лишний повод не только подчеркнуть наш белый город, который богат меловыми залежами, но и рассказать историю меловой, в каких отраслях он применяется. У него огромный спектр применения. Ну а самое главное – это праздник. Я вас поздравляю с прекрасным, хорошим фестивалем, участников с прекрасными работами. Ну а нас всех с наступающим днем любимого города. Вместе с профессионалами мел в руки взяли и дети. Более 50 участников. Их стараниями на асфальте расцвели целые поляны цветов. Взмыли в небо разноцветные искры салюта, выросли новые здания. Например, сразу два музея-диорамы. Юные художники показали, как выглядит город днем и ночью, и какие крепкие семьи в нем живут. Я рисую белгородскую диораму. Я считаю, что это символизирует, что Белгород – это город воинской славы. Я нарисовала ангела моего города. Потому что мне кажется, что наш город охватил ангела, он защищает наш город. Поэтому он такой красивый и светлый. Я нарисовала небоскот Белогорья. И что здесь есть? Воздушные шары и хамы. Мы победим! Рисунок небосвод Белогорья действительно победил. Вот что значит правильный настрой и хорошо подобранный сюжет. Хотя судьям оценивать работы детей было намного сложнее, чем рисунки взрослых команд. Выбрать было тяжело по многим причинам. Но мы, я думаю, с этим справились и отобрали лучшие работы. Да и я счастлив за эту детвору, которая получила, по-моему, массу удовольствия. За час сотворить маленький шедевр на асфальте при таком скоплении народа – это восторг. Символ фестиваля – белоснежную глыбу Мелу установили в центре площадки. Казалось бы, для белгородцев ничего удивительного. Но от желающих сделать меловое фото не было отбоя. Здесь же можно было встретить сошедшего с гор специально ради праздника меловека. Я только что пришедший шахтер, отличаюсь тем, что я делаю этот мир ярче. На фестивале были показаны работы участников конкурса видеороликов «Белгород плюс Мел». На сцену за дипломом поднялась и наша съемочная группа. Кроме того, на празднике можно было изменить свой имидж, нанести аквагрим или, например, окрасить волосы во все цвета радуги с помощью того же мела. Прототехника абсолютно безопасна для волос. Используют специальные мелкие пастельные для волос исключительно. В них добавлены специальные масла для смягчения пастели, чтобы волосы не сохли, чтобы все было хорошо и ярко. Зрители не остались в стороне. Объединившись, они решили своими руками сделать подарок любимому городу. Этот баннер был черно-белым, но за считанные минуты художники придали ему яркости. Чтобы так всегда было и в жизни. Маргарита Платонова, Павел Емелин. К этому часу. Белгород.